только догнать их в данный момент. Ну, посмотрим, получится ли сейчас. Thunder Predator — это команда, которую мы не видели до этого, но при этом там есть пара имён, которые вы, возможно, слышали, тот же Скофилд, который очень долго играет вообще на различных квалификациях, за разные команды успел поиграть. Ну вот сейчас за другой перуанский коллектив выступает. И давайте, наверное, потихонечку переходить к драфтам, благо пики начались. Дисраптора Thunder Predator взяли себе первым, ну а моментально ответили Infamous Beastmaster и Naga. Причём Naga такое чувство, что взяли не просто потому, что хотели, а потому что не согласились отдавать его сопернику. Все мы знаем прекрасно о связке Disruptor Naga. Она рабочая, она древняя, как мир, и против неё просто играть неприятно. Ну а Naga, наверное, парни подумали, что найдут какое-то применение, соответственно, просто забрали её себе в качестве одного из саппортов. Beastmaster сложный наверняка. OD опять же наверняка пойдёт на центральную линию. Снизу есть Сэн Кинг, герой, которому пока мы не можем выделить какую-то из линий. Может быть, это будет оффлейн Сэн Кинг, может быть, это будет саппор четвертой позиции. Пока гадать, наверное, смысла никакого нет. Ну и напомню, какие ещё встречи сегодня пройдут. На этом канале далее будут выступать Payne Gaming против Matt Kings. За Payne Gaming сейчас будет очень любопытно понаблюдать. Думаю, многие в курсе, что Виха начал за них выступать на постоянной основе. Ну а третий матч сегодняшнего дня – это Infamous против Matt Kings. Ну, вообще, такие достаточно любопытные встречи. Уверен, что далеко не во всех мы увидим ещё 2-0. И где-то ничья должна обязательно случиться. Я очень на это надеюсь. Если же нет, ну да ладно, как говорится, ничего страшного. Вообще, нельзя, наверное, сказать, какого представителя хочется видеть на мейн-ивентах. Потому что они втроём, Infamous Payne Gaming и SJ Sports, примерно равны. И если там периодически кто-то захватывает лидерство в регионе, то, как правило, это продолжается не слишком долго. И буквально там к следующим или через одну квалификацию лидер быстро меняется. И так уже происходит на протяжении полугода. Вот с начала сезона кто-то из этих команд выигрывает слоты. Ну, и при этом Payne Gaming ворвались в тройку лидеров не так давно, относительно, там, пару месяцев назад. Потому что Infamous SJ Sports первые там 4 месяца, наверное, с сентября по декабрь, а то и по январь исключительно вдвоём разыгрывали все слоты. И я огромное количество матчей между этими командами посмотрел и откомментировал. И там было на что посмотреть. Там были разносы со счётом 3-0. Там были невероятные камбэки. В общем, если закрыть глаза на то, кто играет, да, если не относиться к региону предвзято, то матчи иногда между этими командами получаются очень жаркими. Виномайсер и Визаж. Третий-четвертый пик для Dyer. Ну, Энштопаришен для Infamous заходит. Тоже, очевидно, саппорта. Ну, осталось добрать какого-то кэри-героя. К сожалению, билета нет в рамках этого турнира, поэтому с никнеймами, возможно, будет какая-то путаница. Буду пытаться освоиться по ходу уже. Я смотрю, к нам потихонечку народ подтягивается. Ну, и как только закончится СНГ, уверен, что смотреть нас будет побольше людей, ну, тем интереснее. Я периодически могу отвлекаться на чат. Задержка, естественно, есть двухминутная, но если вы что-то интересное пишите или спрашиваете, и если на карте в этот момент ничего не происходит, я иногда могу посмотреть и какие-то мысли озвучить. Ждем последние пики, ну и последний бан, естественно, от Андропредатор. Там нужно банить, естественно, кэри. Но так просто не угадать, пожалуй. Вообще, может быть, как-то в плане пуш-потенциала поработать, потому что бестмастер уже есть, ну, под него бьет только ОД, больше он толком никого не усиляет, ну и берется, в смысле, банится Войд. И бан относительно логичный, потому что с Войдом, с Нагой, с Нечто Паришином довольно легко проворачивать какие-то комбинации, и Нечто Паришин плюс Войд априори сильная связка. С другой же стороны берется Тролль в качестве мейн-кэри, и понимаем мы, что Сэн Кинг все-таки будет выполнять роль саппорта, и Номантер наверняка в сложный визаж. По традиции сейчас ходят исключительно в миддл. Тролль в легкую линию, Дистраптор, саппорт в пятой позиции. Ну и команде Инфомес осталось добрать себе какого-то кэри-героя, но уже не Войда, не Гирокоптера, не Террор Блейда. Причем такого кэри, который сможет осилить Тролля в лейте. Окей. Я вот так посмотрел на этого Кунку скептически в какой-то степени. Нет, против героя я ничего не имею, но давайте разбираться, какую роль он будет выполнять. Судя по тому, что взял его себе Папита, а он номинально вторая позиция в команде, он должен отправляться в миддл. Кто кэри? Потому что, ну, по логике вещей, тогда Кунка должен идти в мид, ОД в легкую, ну а все остальные, как обычно. Это, наверное, самый простой вариант. Ну, мэч и саппорт команды. Конечно, можно с трудом предположить, что какая-то нага вдруг пойдет бить крипов, но я очень в этом сильно сомневаюсь. Ладно, давайте смотреть. Надеюсь, что разберемся. Ну, и опять же, Аксель номинально пятая позиция в команде. Сейчас он взял себе ОД. Ну, либо тут, опять же, как они там никнеймы поменяли, я, к сожалению, без понятия. Попросили ребят сменить их на подобающие, на соответствующие вообще официальным, но, как вы видите, если поменяли, то как-то не сильно. И не все. Самое главное. Ну, что ж. Освоимся. Ладно. ОД. Все-таки в легкую, да. В мидл. Отправляется Кунка. Саппорт. Дальше Топоришн. Саппорт Нага. И, конечно, оффлейн Бистмастер. Тут все понятно. С другой стороны, тоже сюрпризов никаких. Финомантер сложный. Ну, все, в принципе, как я и озвучил. Минуты ранее. Люблю форматы Бестов 2, если честно, потому что с одной стороны на команды не давит очень сильно вот эта необходимость побеждать в полноценной Бестов 3 серии. Ну, и опять же, проиграв 2-0 в первом самом раунде, вы ни в коем случае не хороните там свои шансы на выход из группы. Да, это неприятно, но при этом не критично, так скажем. Тут главное не проигрывать карты аутсайдерам. Аутсайдер здесь команда WG9. Это коллектив, который прошел через открытые квалификации. И по именам вообще, потому что я вижу, именно они должны быть командой, которая будет мальчиками для битья. Их должны переигрывать чуть ли не все. Если кто-то из лидеров проиграет им хотя бы одну карту, вот это будет уже проблемой. Тогда вам необходимо будет в очных противостояниях набирать по максимуму очков. И проиграя в аутсайдер, права на ошибку больше не будет. Буду я удивлен, если кто-то из Большой Тройки, буду так ее называть, Большой Тройки Южной Америки, вдруг этим ребятам зальет хотя бы одну карту. Ну и вообще Кунка Медовый. Это всегда интересно. Это на самом деле не совсем понятно. Мне кажется, такой вариант сейчас не является популярным, потому что он банально неэффективен. Честно, мне не нравится. Мне кажется, что выфармить здесь тролль свои необходимые слоты в луите шансов не будет никаких. Даже с Тимуде, даже с Бистмастера. А где дэмэдж приличный, пуш-потенциал сумасшедший с визажом, с троллем, с Виномантером, в конце концов, ФБ все-таки снизу происходит на том самом Виномантере, который, судя по всему, загулял. Очевидно, сложная для него будет линия и подставляться ни в коем случае нельзя. Одной лишь сетки Наги будет хватать для убийства, ну плюс Астрал. В любом случае дизейблов достаточно, а Виномантер далеко не самый быстрый персонаж, но и эскейпа нет у него как такового. Итак, на медиавизаж продолжает тут немного напрягать Кунку, хотя кто еще кого напрягает. Кунка здесь свое будет выфармливать, помешать ему вряд ли получится. Тайдбрингер будет качаться и дела будут у героя идти хорошо. Главное, чтобы пришли не загангли. Кто может прийти, да, Сенкинг, Дисраптор тут есть, опять же, кому приходить на центральную линию, кому убивать. На самом деле и тот, и другой герой на центральной линии довольно уязвимы и уверен, что рано или поздно хоть кто-то из саппортов в эту сторону обратит свое внимание и поможет своему тиммейту оформить одно другое убийство. Я смотрю, к нам присоединяются зрители из других регионов. По-моему, я там заметил язык даже не английский. Но сейчас не отвлекаюсь сильно, поэтому если это так, то привет там там в чате передайте. Я имею в виду настоящий культурный привет. Как там это будет по-испански? Итак, Бестмастер продолжает здесь пытаться получать экспириенс. Вот у него пока только первый уровень, топоры вкачаны, отводит пачку крипов, ну и с ней уже точно свой второй в скором времени получит, а в миде тем временем нага. Нага, которая хочет помочь кунке выйти на визажа. Ну хорошо, торрентом попадут благодаря сетке, а вот что-то делать дальше. На самом деле и сетка-то не сильно нужна для того, чтобы торрентом попадать. Кунка может справиться с этим и самостоятельно, но здесь и вовсе летит. Дисраптор есть у него глимс, возвращает он кунку, летит сюда также сенкин, хватит ли урона, чтобы убить его, и нага здесь очень здорово играет, и визажа в итоге получается забрать. По-моему, визаж как-то забыл вообще про свое здоровье, настолько был увлечен убийством кунки, что не посмотрел, что осталось там 10% хп, и наге не составило труда убийство на нем оформить. Он 2-0, пока 2-0, вот этим временем на своей легкой линии фармит, никто ему не мешает, это было предсказуемо, 21 на 15 крипстат, сверху тролль имеет 24 на 9, тоже стоит против исключительно крипов, бестмастер был выгнан в лес, там у него дела идут так себе, ну пока стаки делает, сенкинг же здесь подбирает чужую руну. Виномансер успел получить второй левел, опять же, 279 единиц скорости, настолько медленный, настолько неповоротливый, при желании можно убивать его постоянно, только увидели и напали, забрали, но пока такого желания нет, либо же Виномансер играет очень осторожно, попита, 20 на 8, визаж 18 на 5, тоже пока на самом деле баланс абсолютный, никто, не может сильно оторваться, вообще, кунки поприятнее, конечно, крипов забирать, он успевает пачку убить и еще что-нибудь поделать, пока там визаж разбирается с остатками, Виномансер левел 3, вкачал вард пока в единичку, можно, конечно, в лес уйти, но с первым вардом довольно медленно все это будет происходить, так, но, судя по всему, выход в мид планируется, здесь дисраптор, в смаках, сенкинг на хосте, сенкинг просто ищет как бы зайти, в итоге вообще идет в сторону нижней линии, вряд ли он здесь помощник даже втроем вот таким сетапом, убить, конечно, можно, условно, уэнштопаришна, если тот подставится, но вот УД уже проблематично будет, наг вот так же тяжело забрать, бисмастера оставляют стоять один на один с троллем, вернее, тролли оставляют один на один с бисмастером и это хорошие новости для биста, потому что сейчас он и экспириенс начал уже получать в большом количестве четвертый уровень и тролль его ну тоже едва ли сможет соло как-то прогнать отсюда, тролль-то свое выформит, но то, что бисмастер получает хотя бы экспу, хотя бы какие-то начальные деньги, это уже для оффлейнера огромный-огромный плюс. Два фрага случилось и как-то больше команды ничего не предпринимают, играют очень пассивно, ну и два саппорта просто переключаются наверх, чтобы помешать троллю, вот это на самом деле очень здоровский выход и судя по всему тролль здесь не жилец, бисмастер этот фраг себе забирает, не ожидали судя по всему подобного соперники команды Инфомос просто потому, что пару секунд назад буквально саппорты засветились снизу и вот такой телепорт, который позволил им хороший фраг оформить на вражеском кэре, что самое важное, сейчас ОД совсем немного по крипам отстает, если это вообще имеет какое-то значение, там 2-3 крипа, ОД зато не умирает и ОД продолжает экспириенс получать, тролль же пачечку пропустил, как там дела на миде, 33-14 у кунки, у визажа 25 на 6, визаж чуть-чуть совсем подотстал, но опять же против тайтбрингера на визаже, которому ручками необходимо бить крипов, это абсолютно неудивительно, так и должно быть, ну и кунки как-то один раз всего попытались помешать стоять на этой линии, но это было очень неубедительно, попито, я думаю, даже не обратил на это внимания, итак, сверху Сен Кинг, Сен Кинг лишь 2-й левел, 8-я минута уже идет, на самом деле грустно, как там дела у Дисраптора, там 3-й, ой, не знаю, такими темпами ультимейт появится послезавтра у ребят, и никакая книга не спасет, так, Сен Кинга цепанули, но бист далеко, и вряд ли что-то получится здесь сделать, топоры попадают только по троллю, у визажа тем временем, левел 6 есть, птичек он уже вызывал, ну и что, 4 героя, Инфомас, располагаются сейчас сверху, неужто планируется выход, по-моему, этот штаборишен очень нагло выходит далеко, но знал он прекрасно, что слишком большое количество тиммейтов за спиной, они его, если что, подсейвят, Кунка также здесь был, и получается заработать 4-е уже подряд убийство, без разменов, без потерь, все это происходит, и преимущество таким образом составляет не много, не мало, 2000 на 9-й минуте, и 3 топ-нетворса, вернее, 3 нетворса в топ-4 находятся, именно у Инфомас, периодически там визаж в эту четверку залетает, но опять же, визаж проигрывает 7 сотен голды, тролль проигрывает 4 сотни голды, и вот таким образом эти 2000 и образовались, Кунка снова в миде, Тайт Брингер уже четвертый, урон этот герой на такой стадии игры даже с прокаста способен нанести огромнейший, но тролль просто заходит и убивает Рошана вместе с визажом, уверен, что Инфомас просто не ожидали подобного на 9-й минуте, потому что у тролля было только кольцо, ну ладно, понятное дело, там были птички, но не считаю, что подобный мув было легко прочитать, да, тролль скрылся с линии, но скорее всего подумали, что он просто ушел бить крипов в лесу, а оказалось вот так, и теперь тролль с Аегисом, наверное, на такой стадии есть мало, что будет решать, ну просто сам факт, что заработали немного денег, говорит о том, что Инфомас далеко не всегда будут оказываться правы в той или иной ситуации, и так, десятая минута у нас подходит потихонечку к концу, за счет этого Рошана немного денег отыграли, Тандер Предатор, и ну вот теперь начинают активно пушить, как только ОД купил там ключевой артефакт на ранней стадии это Форстаф, и вот уже с Бестмастером, у которого там Аура вторая, с Кункой, у которого приличное количество дэмэджа, просто втроем, даже без поддержки саппортов, пробивает первую вышку, один из саппортов, кстати, погиб только что в миде, наконец-то размочили счет Дайр в этом противостоянии, так, Виномайзер, мне интересно посмотреть было на его билд, и он все-таки качает себе именно варды по максимуму, по-моему, подставился сейчас Дисраптор, тут пару ударов осталось по нему нанести, параллельно там еще и Визажа в миде убивает Кунка плюс Нага, а Дисраптор за счет хосты таки смог выжить, но, наверное, смерть Визажа это даже хуже, ну, а снизу тем временем просто вышли на Энштапоришную подвышку и легко его забрали тролль вместе с Виномайзером, вот такой размен получился в разных частях карты, но при этом этот размен естественно в пользу Инфомас, просто потому что Визаж побогаче, подороже будет, чем Энштапоришем, ну, а тролль вместе с Виномайзером тем временем ломают Т1 вышку снизу, судя по всему Инфомас не собираются драться за нее, ну, их можно понять, они сами только что вышку сверху забрали, да и героя потеряли, не хотелось никуда лезть, да и без мастера в конце концов без маны прилететь он, конечно, мог, но чтобы он там сделал, и так, Кунка вместе с ОД берутся за вторую по счету вышку, но вот за нее подраться, судя по всему, хотят, и Дисраптор шестого ловла уже здесь, и Сен Кинг свой шестой уже получил, с другой стороны Инжетапоришем как-то долго получает экспириенс, при том, что какое-то время вообще не участвовал в игре, где-то снизу располагался, да, погиб, но при этом стоял там достаточно долго, ладно, Инжетапоришем практически разрушена, Дисраптор возвращает ОД, предсказуемо это было, нападают на ОД, но не так-то просто это все сделать, ОД выходит отсюда сухим из воды, и пошли искать его просто наверх, тролль уже летит, Сен Кинг уже рядом, у Сен Кинга, кстати, уже тысяча, не много, не мало, но такими темпами, если умирать не будет часто, то Даггер появится довольно скоро, улетает, просто УД отсюда, куда подальше, ребята на медиа очень хотят забрать Т1-вышку, но тут уже ворды пошли четвертого уровня, и бить их приходится долго, находят визажа в очередной раз, вообще под шрайном, очень далеко в лесу, тем не менее, получилось его забрать, приходит Виномансер, улетит, пытается внести какой-то дэмэдж по Наге, Нагу-то возможно убьют, хотя это было все до слипа, и хороший должен прилететь корабль, судя по всему, погибнет Виномансер, тут еще и на Сен Кинге нападение, который скастовал эпицентр, возможно даже урон успеет какой-то внести, да, успел, но это пока лишь 3 в 1, в сумме можно преследовать еще и Дисраптора, Кунка, нет, так сильно загуливать не хочет, риск этот был бы неоправдан, это все-таки саппорт пятой позиции, за которого много все равно не дадут, он последний сейчас по стоимости, семь сотен голды по итогу этой драки, ну, с учетом, понятное дело, смерти Визажа, которого убили на несколько секунд раньше, все это выливается в 3000 преимущества к концу 14 минуты, ну, опять же, цифры, которые отыгрываются там путем одной, полутора удачных драк, так что пока на эти цифры смотреть нет никакого смысла, ну, и плюс огромный запас по вышкам и у тех и у других, рано или поздно они начнут их забирать, Т1, инфомэс на меди снесли, снизу вышка абсолютно целая, так, мне показалось, что там где-то драка началась, нет, тролль просто уже при помощи ультимейта начинает фармить, но маны не заканчиваются, есть Battle Fury, поэтому жалеть, наверное, нет никакого смысла эту способность, а на топе планируется выход на ОД, там форстаф, там есть ПТ, ловить обязательно нужно, птичек посадят, если что, будут сбивать телепорт, и есть глимс, и просто ручками, наверное, дотыкают в ромстрайк через секунду, ОД вряд ли что-то успеет сделать, четвертое убийство для Дайр, в этот момент их соперники ломают вышку снизу, и опять же, это очередной табр без боя, очень много, кстати, команды таким образом размениваются, и каких-то полноценных драк пока не происходило, все исключительно стараются как-то неожиданно напасть, загангать одного двух героев, и этим довольствуются, так, тем временем на миде, по-моему, нага ошиблась здесь, прилетела первая, и может пострадать очень сильно, хотя корабль сейвит неплохо, и ультимейт, и что парижно прилетает по двоим, по троим, прошу прощения, и пока размен этот два в один, ну, тут Виномансер 100% погибает, это 3 в 1, 3 на одну нагу, ОД погибал раньше, и это хороший размен для Инфомас, безумно хороший, ну, и плюс к тому, вышку они не потеряли, Бестмастер с Доминатором, дальше будет покупать себе Пайп, как мы видим, против того же Виномансера, больше в части урона смеется блокировать, так, там нападение на Визажа, но продолжение-то какое-то будет, тот, кто должен был продолжение обеспечить, был слишком далеко, Уда не успевал, и уходит отсюда Визаж, без проблем, Джеймари вне опасности, у него также есть Доминатор, будет покупать себе Солар Крест, но это привычный артефакт для Визажа, уже не помню, когда я видел этого героя без Солар Креста, Тролль, продолжает исключительно в лесах фармить, уже давно мы его не видели вообще где-то еще на карте, в драках не участвуют, команде помогает, разве что ультимейтом, это не всегда, да и кому-то будешь помогать Визажу какому-то, больше там с руки не бьет практически никто, так, в миде, тем временем, Сен Кинг может пострадать, ловит сетку, да, это мегакилл для Папита, и плюс Т2 вышка сверху, таким образом, Инфомас ведут уже 5000, что до летит на нижнюю линию, продолжает фармить, есть Хуррикен Пайк, дальше будет покупать себе Блокинг Бар, БКБ здесь 100% необходимый артефакт, про каст Сен Кинга, того же Дисраптора, Виномансера, все это получится, всего этого получится избежать, так, ультимейт летит сюда, не попадает ни по кому полностью, слегка задевает Дисраптора, 5000, и вы знаете, Инфомас играют абсолютно без проблем, без какого-то напряга, ну то есть, такое чувство, что на разминку вышли, перед какими-то сложными встречами, а у них сегодня будет еще матч против Мэтт Кингс, возможно, тоже не против самого сильного коллектива, но тем веселее, потому что, так, чуть попозже об этом расскажу, потому что нападение сверху на Скофилда, Скофилд Барустрайк через секунду, возможно, успеет выкопаться, да, еще и Кентавра копает, и здесь Джеймари нападает на Бестмастера, у Бестмастера слишком много здоровья, даже руками, тяжело его пробить, но хорошо, садятся одни птички, вторые, и Дисраптор вернул, есть-то текст Шторм, и, возможно, все-таки не отпустят Бестмастера вдвоем-то, да, минус Бестмастер, параллельно Сын Кинг-таки погиб, вот руками, что пришли, ультом, что ли, попал, судя по всему, да, ультимейт в кулдауне, Виномансер улетает куда подальше, ну, а сверху, на самом деле, инфомас делать абсолютно нечего, попитал, вот так нагло, заработал 100 голды, сейчас на птичке, есть у него Шадоу Блэйд, есть барабаны, есть две с половиной тысячи, и вот этот, вот этот кунг, у которого третий Нетворс, который практически не уступает ролю, выглядит довольно опасно, ну, то есть, это кунг, который вносит именно урон, это не какой-то странный кунг, со странными артефактами, командами, здесь действительно все на дэмэдж, как учили в папчиках, Шадоу Блэйд, криты, и на 50-й минуте он с одного удара вырубает всю вражескую команду, с Дэйдалусом и с чем-нибудь еще, очень сильным, ну, а инфомас бегут вниз, ломать предпоследнюю внешнюю вышку, все у них для этого есть, и сейчас, возможно, показалось, что будут байтить, может быть, на ОД бегали в смоках, но нет, просто в наглую начинают пробивать вышку, а соперник не идет за нее сражаться, соперник считает, что, опять же, лишние деньги у врага не стоят того, чтобы идти и проигрывать файты, а как показывает практика, все последние файты именно Редиант выигрывают, и на самом деле, реально непонятно, каким образом Дайер собираются что-то им противопоставить в драках сейчас, но это должен быть какой-то идеальный проказ Санкинга и Дистраптора, плюс Веномансера, ну и тролль должен бить, тролль не должен погибать, и тролль сейчас бить сможет, потому что есть БКБ, и урон приличный, и, несмотря на то, что контроль в БКБ имеется, далеко не факт, что именно в тролля Рор прилетит, далеко не факт, что вообще будут обращать на него внимание, когда там желательно от Веномансера быстренько избавиться, чтобы тот красную кнопку не нажал, тролля-то как-нибудь можно и покатить, но с той же Нагой, и опять же ультимейт есть, который всегда позволит сбежать из невыгодной драки, 4000 перевес, он несколько сократился, тем не менее, Инфомас продолжает свои активные действия, они отправляются на поиски, и возможно даже кого-то отыщут сейчас, да и последнюю внешнюю вышку нужно забирать, там уже УД к ней вплотную подходит, катапульта рядом есть, Сен Кинг, Сен Кинг проходит мимо, УД просто вышку ковыряет, как-то все легко дается Инфомас в этом плане, вообще все шесть вышек, они без боя забирают, только перед одной произошла там какая-то драка, до этого же, просто приходили и бились, честно, УД нападение, успеют ли, ой, судя по всему не успеют, потому что Скофилл моментально погибает, полетел корабль, УД под пайпом, невозможно такого товарища забрать, у него также есть блокинг бар, он его, кстати, не стал прожимать, после того, как Глимс был на него заюзан, посчитал, что оно того не стоит, а вот в миде, судя по всему, Дисраптор пострадает, и он выбросил свой ультимейт, который не сделал ничего, даблкил для ОД, и теперь имея плюс два, человека поковырять-то тревышку, обязаны просто, Инфамас, а что ему еще делать остается, он, кстати, Рошан, относительно не скоро Рошан, потому что не так давно, тролль второй я себе забрал, также есть у него и сыр, вот это, возможно, единственное, что будет останавливать Инфамас от захода на хайграунд, от того, чтобы просто пойти и закончить эту игру, потому что, ну, действительно, когда вот такого сильного тролля, еще и Оегис, еще и сыр, и одна ошибка, и вот эти пять тысяч моментально превращаются там в одну, в две, в ноль, так можно игру просто проиграть, рисковать не стоит, можно дождаться. Окончание Эгиса, хоть и ждать придется довольно долго. Ну, ведь пока вы ждете, вы фармите. Так, на топе нападение на ОД, ОД может, конечно, БКБ прожимать, наверное, надо было толкать себя, БКБ в итоге вообще тролль прожимает, Глимс, естественно, уже стоило избежать, и БКБ тролль банально вынужден был использовать, о, не тролль, прошу прощения, ОД. А вот это, по-моему, ошибкой, слишком далеко загулял, и может отсюда не уйти, тем временем. Благо, Нага рядом оказалась, и проказ сумасшедший по троллю, тролль теряет свой Эгис, есть у него теперь только сыр, но у Инфомас больше нет ничего, успел отсюда улететь ОД. Под ядами, по идее, должен выживать, там есть Шрайн недалеко, зато убили уже Бестмастера, и погоню можно продолжать, на самом деле, Инстопрешн тоже без шансов погибнет, а, там даже Шрайна не было, я прошу прощения, тут продолжает гореть ОД, выживет ли, должен, должен выживать, ОД, не погибает. По итогу, драка заканчивается один в два, при этом, этот единственный фраг был совершен на троллю, у которого был Аегис, у тролля продолжают появляться артефакты, купил он уже себе Яшу, есть еще тысяча золота, его цепляют, а кем убивать? Кто будет наносить урон? По-моему, теперь еще и Кунку могут забрать, да, его просветили, это, огромная проблема, он успел себя, нет, не успел, показалось, может быть, где-то заранее крест прожал, погибает Кунка, погибать еще должен здесь и ОД, толкает под себя, но, очередной Глимс прячется от ОД, очень неудобно, на самом деле, где-то на грани всегда герои Инфомас ходят, то один выживет, то другой выживет с 15% здоровья, в любом случае, Тандер Предатор отыграли целых 3000 за пару минут, и возвращаются в эту игру целиком и полностью, единственная, сейчас такая большая проблема, это разница между Кункой и Визажом, пока Кунка выглядит полезнее, пока Кунка выглядит сильнее Визажа на этой карте, но ведь все может резко измениться, что, кстати, у Визажа есть, у него еще нет даже Аганима, при этом, он не нуждается прямо уж в таком большом количестве дорогих артефактов, чтобы быть полезнее, Кунка, Кунки надо покупать, Кунки постоянно, нужно тратить деньги, раз уж был выбран вот такой билд на физический урон, на то, чтобы стать брингера, чуть ли не с одного удара выигрывать файты, но рано или поздно за это могут наказать, Кунка, кстати, БКБ себе будет брать, есть уже 3000, БКБ не за горами, у тролля тем временем в планах Линкай, это тоже объяснимо против Бистмастера, лишний точно не будет, 18 левел у тролля, но Бист с пайпом, как вам вообще такое решение, он хорош против Финомансера, но нынчик иногда другие артефакты покупают на этого героя, так, здесь нападение на Скофилда, Скофилд зашел слишком далеко, таких не отпускают, таких не прощают, у него есть уже блинк, далее будет брать себе форстаф, тут тоже все довольно стандартно, без сюрпризов, ну что, на самом деле сейчас, вот в ближайшие 5-7 минут инфоманс желательно забирать хотя бы одну сторону, потому что чем дальше, чем глубже в лейт ребята будут заходить, тем сложнее просто будет эту игру выиграть, тролль продолжает набирать, безусловно, его можно, вернее, к нему можно найти подход, его можно остановить, ему можно не дать бить в той или ином файте, но это сложно осуществить, поэтому мне кажется, что инфоманс все-таки чуть-чуть, но пословее могут исключительно из-за тролля оказаться в лейте, хотя не люблю на самом деле вот такие оценки делать, игра сейчас равная, 28-ая минута, у нас 1000 перевес в пользу одной из команд, по экспе там тоже копейки, вообще сейчас на кого-то ставить практически невозможно, и нетворсы как-то поделили первый плюс четвертый, второй плюс третий команд, остальные герои идут действительно чуть ли не на равных, там он 1000 между Энштапаришным и Дисраптором, а преимущество около полутора тысяч суммарно, то есть если мы сравниваем коров, то по совокупности, по сумме коры имеют примерно одинаковое количество заработанных денег, и вот эта 1000 в одном из саппортов вообще ни на что не повлиять никогда в жизни Инфомас, наверное, и хотят, но не всегда желание реально воплотить в жизнь, итак, Рошан 3 сейчас появляется, в нем будет и шарт, в нем будет и сыр, и по-моему Инфомас не успели его прочекать, ну то есть они зашли и через пару секунд Рошан появился, наверняка сейчас очередная разведка будет, Ну а то, что Дайр знает о том, что Рошан появился, это факт, там стояла Змейка Виномансера, а ну вот, теперь есть инфа и у Рэддиант, я стрелем прочекал, Бистмастер, итак, нападение на Бистмастера планировалось, но не достали, не зацепили, да и толкнул его УД, по-моему, да, Бистмастер живой, зато он Пайп уже прожал и нападает на него еще раз, есть слепотнаги, пытаются выиграть время, ну Кунка, естественно, начнет бросать свои прокасты сейчас, но вообще не в ту сторону, здесь пытались убить и убили Дистраптора, пока размен один в один и Тролль пошел бить, если сработает баш, баш не сработает, слишком далеко ушел через Форстав ОД, и БКБ заканчивается, троллю обязательно нужно хоть в кого-то вгрызться, чтобы тот герой не мог сделать ничего, пока размен два в два ОД продолжает расстреливать, и он в БКБ, ему сейчас никто абсолютно ничего сделать не может, драка как-то разделилась, но по итогу закончилась, закончилась таким образом, что обе команды должны быть недовольны ее исходом, размен два в два обе потеряли по одному кору, и что самое важное, ни те, ни другие после такой драки, после такого размена не могут пойти убить Рошана, а вот сейчас ОД нападают на него, у него не было вообще ничего, все в кулдауне, Астрал в кулдауне, Форста в кулдауне, в смысле пика, БКБ, Блинк сбили, и тоже, наверное, не ожидал, что вот так в наглую Сенкинг прыгнет, просто ультанет, 10 раз попробуй Сенкинг повторить этот трюк, и 9 раз бы помешали, но вот здесь случился именно 10-й, тролль через 20 секунд появится, живы 4 героя у Тандер-Предатор и Рошан живее всех живых. Итак, позиционка вот это продолжается в моем геймсе, когда и те, и другие хотят весь этот лут получить, но одних сейчас нет ОД, этим нужно обязательно пользоваться, Кунка, конечно, с удовольствием бы дал туда свой проказ, но сейчас его самого чуть не подловили, Сенкинг, нужно отступить, Кунка без БКБ, и срабатывает башна Бестмастерей, благо слип есть у Наги, было бы совсем неприятно, УД сейчас прилетит, летит он на шрайн, и Кунка дает торрент под двоим, корабль не стал использовать, но гнета ситуация, но по-моему Тандер-Предатор снова могут забрать уже третьего по счету Рошана, и такое чувство, что Инфомас немного потерялись, вообще не ожидали такой прыти, если проиграют, на второй карте не будут пикать Кунку в мидл, 100%, тролль, с Иром, с Аегисом, с Шардом, и Мэть еще подходит, Мэтью нужно жить, Мэтью больно, Мэтью погибает, на что он рассчитывал, я не совсем понял, был блинг, не было слипа, как он планировал там воровать хоть что-то, очень странный вопрос, на него нет у меня ответа, вот роли, кстати, уже два сыра, он так и не использовал ни один, итак, Т2 вышку ломают, Тандер-Предатор, и они делают это без помех, уже сами лидируют по деньгам, совсем немного, но тем не менее, перевяз в тысячу за ними, тролль будет покупать себе Монтостайл, ОД, кстати, вышел на первую строчку, вроде как все хорошо, у ОД, есть у него и деньги, и умирал мало, и киллов достаточно, но пока не вносит так уж много импакта именно в драке, в него либо вгрызается тролль, и ОД не может сделать ничего, и просто погибает, либо вернее, не погибает, а бежит, там прыгает на форстафах и теряет больше честь здоровья, разогнаться не успевает и становится бесполезным в файте, а это номинально, первая позиция, это номинально мейн керри команды, то есть на него сделана ставка, и когда у вас нет керри, вы, как правило, проигрываете, пока керри не было в драках, не было героя, который наносит урон в последних драках, именно в последних больших массовых важных драках, потому что это преимущество в 5 киллов, оно уже ничего не значит, да, киллы в принципе мало что значит, ну что, есть сыр, есть аегис, есть шард, кстати, у кого там сыр, он же его не использовал, не обратил не внимания, куда он делся, ну да ладно, а, ну вот он, виноват, я прошу прощения, два сыра у него, на топ, тем временем поймали сын кинга, ну вот этот тот фраг, который нужен был инфамас, этот фраг позволит им немного выиграть, опять же, времени для себя, позволит, возможно, переждать аегис, вот смотрю я, за тем, как дайер играют, такое чувство, что пока тролль не соберет 15 слотов, они не пойдут никуда, за рошана подраться пожалуйста, но чтобы там в сторону вражеской базы выдвигаться, нет, тут видимо это не про них просто, Виномансер, ну вроде как имеет уже готовые большие слоты, есть 3000, можно конечно лотусоп какой-то купить себе, но при этом нужно время еще, у визажа тоже все большое уже готово, давайте наверное на байбеки взглянем, как там вообще дела, дела у нас идут таким образом, что 3 байбека есть у Рейнен, 2 у Дайр, ну ребят, пошли наконец-то, и в идеале именно вот этого товарища ловить, погибни сейчас ОД, там вы его разводите на байбек, либо же, либо же не разводите, если вдруг он не станет этого делать, в таком случае у вас будет возможность что-нибудь снести с троллем, с Виномансером, с визажем, вышки будут падать на ура, обеспечьте себе преимущество в пару человек и скорее всего ни одна из сторон не устоит, так, ну и находят именно бестмастера, сейчас БКБ у него нет, возвращают Глимсом, бестмастер подставился, бестмастер погиб и бестмастер без, с байбеком, с байбеком, прошу прощения, ну ладно, байбек есть уже, хорошо, если уж ищем положительные моменты в очень неоднозначных таких ситуациях, то давайте делать это до конца, я очень не люблю искать какие-то ошибки в действиях игроков, играют они, а я только описываю происходящее, но при этом иногда ошибки, но они же реально есть, и кто-то их видит по-разному, комментаторы видят одним образом тренера, игроки другим, аналитики третьим, ну уж, давайте искать просто плюсы, плюс в том, что байбек есть, разведку дал выкупиться, если что, так, тролль, очень много здоровья потерял, БКБ, конечно, имеется, но, а, и Аегис заканчивается, вот это уже неприятно, дождали своего Инфомес, вообще у них пик для защиты, ну, просто сумасшедший, там одного кунки хватит для того, чтобы терпеть на базе вечно, хоть там мега крипы будут, у кунки, кстати, Дейдалус уже есть, и дальше, судя по всему, будет брать трапиру, я, конечно, рискну предположить, что он поменяет свое решение рано или поздно, а если потеряет трапиру, а если тролль зафокусит, а если тролль из башени выпустит, я понимаю, что кунка там пытается зонить периодически, вернее, не зонить, а дистанции, конечно, держаться, достаточной для того, чтобы не подставиться, но все равно удары по крипам хотя бы эти наносить нужно, для этого ты подходишь на приличный рейндж к сопернику, а там есть Син Кинг, который всегда цепануть тебя сможет. почти 40 минут позади, спасибо последнему патчу за то, что он увеличил среднюю продолжительность игр, причем увеличил там много, намного сильно увеличил, минут на 10, наверное, и я не могу сказать, что это пойдет доте на пользу, мне кажется, эту систему еще не раз переработают даже до Интернешнала, команды же повесятся, если будут играть там по 5, по 6, по 7 карт в день длительностью по часу, это ладно, если команды очень разного уровня, когда букмекерские конторы дают на победу одних 1-0-1, а на победу других 500, ну, это, конечно, преувеличение небольшое, тем не менее, когда команды играют на равных, две китайских каких-нибудь будет встретиться, так, по-моему, Сент-Кинг сейчас эпицентр отменил, потому что я не понял, почему урон не прошел по НЧТ Париж, ну, и как-то землетрясения тоже на экране не было, ну, так вот, патч очень своеобразный, так, сейчас ОД прыгал на вина мальцера, в итоге не убивает никого, и отступает, ну, вот, разве что сейчас может пострадать Скофилд, нет, Скофилд живет, и тролль очень хотел сейчас напасть на взорвали, полторы минуты без тролля, есть слип, можно придумать еще и убийство визажа, вот, насколько же, да, одна драка, одна, один момент, одна такая оплошность, и вы уже в роли догоняющих, моментально, вот, одна лишь драка меняет целиком и полностью ситуацию, благо, и у того, и у другого байбек есть, но тогда на эти байбеки нужно разводить, прямо здесь сейчас более минут, ребят, не будет, и такой халявой нужно пользоваться, в следующий раз могут просто подобного не допустить, бестмастер, левел 20, пайпорстав, доминатор, солар крест, и еще 2000 будет травела себе брать, качельки такие небольшие в последние минуты, то одни ведут пару тысяч, то другие, то в нуле график, но до сих пор игра достаточно равная и никто так не отрывался более чем-то на пятерку, для 40 минут это очень похвально, для тех и для других, ну и Т3 могут разрушить сейчас инфамас, уже ломают вышку, и наверное не стоит выкупаться, одну сторону нужно отдавать, потому что 20 секунд до появления тролля уже все равно не успевали, а вот вторую, что делать со второй, вторую терять уже не хочется, это слишком жирно, 10 секунд до появления тролля, и судя по всему ребята отдают вышку, они не хотят тратить эти байбеки впустую, они не испугались, на самом деле они правильно поступили, потому что вторую сторону снести инфамас не успели, ну а одну бы и так потеряли, а вот этот файт начинает сумбурно, без какой-то меняемой позиционки, когда там один герой выкупается, затем другой, пока они оба на телепортах прилетят, ни к чему хорошему такие драки не приводят, так, Сэн Кинг, побежал в погоню, никого не достанет, виномантера просто показывает сейчас, кто где, ну и Рошан, ну как же без него, вроде прошло всего 40 минут, а Рошан уже четвертый, и он снова с полным набором приятных мелочей, будут драться, судя по всему, да, сбивается Линка, и хороший Хекс, но здесь ОД, можно попытаться подловить, тот включает Блокинг Бар, и пошел Тролль его рубить, резать, что угодно, он просто не может бить, вот только сейчас с первого удара Баш срабатывает, Тролль был в БКБ, но БКБ заканчивается, поэтому Нага своим слипом его задела, Тролля снова стирают порошок, параллельно погибли также два саппорта, даблкил для Папита, сумасшедший урон он уносит, обязательно посмотрим сейчас в файт-рекапе, Миномайсера также цепляют, это 4 в 0, и Инфомас, судя по всему, выигрывает эту карту, судя по всему, подобное уже не отыграть, Джеймарис сдается, 1-0, вот так резко все закончилось, хотя, казалось бы, еще играть и играть, ну что ж, поздравляю, я Инфомас, ну, понятное дело, ребята, более опытные, более сыгранные, и подобный результат, ожидать стоило, но в один момент появилась надежда, что бой дадут им, появилась надежда на то, что Инфомас не вынесут очень быстро соперника там со счетом 2-0, но вот пока первую выиграли, что ж, пожелаем удачи Тандерпредатор на второй карте, ровно как и Инфомас, пока уходим на небольшую паузу, вернемся через несколько минут, как только команды будут готовы начать, не переключайтесь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова